Итак, меня зовут Гребенников Роман, и сегодня мы с вами будем говорить о такой страшной вещи, как ранжирование в поисковых системах и то, как его делать хорошо, чтобы что-нибудь найти. Но прежде всего немножко о себе. Я работаю в компании, которая называется Findify, и наверняка вы про нее ничего не слышали, потому что это компания, которая напрямую с людьми не работает. Это такая же компания, которая делает поиск для онлайн-магазинов, причем это такой white-label search, то есть когда вы заходите на сайт онлайн-магазина, вы никогда не увидите, что они используют какое-то стороннее решение, потому что это все выглядит органично в рамках их дизайна, все пятое-десятое. И на самом деле у нас довольно много магазинов, порядка полутора тысяч магазинов, у нас в индексе что-то около 20 миллионов товаров, и какой-никакой трафик есть. То есть мы как бы не амазон, у нас другие проблемы, не такие глобальные, но с другой стороны хоть какие-то люди там есть, 50 миллионов посетителей, они делают где-то, не знаю, 70-80 миллионов запросов в месяц, что в общем-то не очень много, но в целом и не очень мало, если вы хотите его делать как-то хорошо. Но давным-давно, когда Findify только-только была создана, это был вообще такой маленький-маленький плагин для платформы Shopify, который больше был сфокусирован на таком пользовательском интерфейсе поиска, чтобы он красиво там работал, на мобилах нормально работал, там всякие, все красиво выезжало, но фокус был именно на юзер-интерфейсе, но под капотом у него был, ну потому что в 2014 году поиск на Shopify был вообще просто отвратительный. Сейчас он менее отвратительный, но по-прежнему хороший, вот, но внутри под капотом даже в 2014 году все равно был Elasticsearch, вот, и поскольку у Shopify тоже был Elasticsearch под капотом, ранжирование особо не отличалось. Вот, но если вы подумаете о том, какое добро, какую пользу мы пытаемся нанести магазинам, которые нами пользуются, это не только интерфейс, но и мы пытаемся как-то сделать так, чтобы вот путь пользователя по магазину был такой быстрый и скользкий, и чтобы они вот чаще заканчивались покупкой, чтобы мы так вот скользко попали в карман человеку за деньгами. То есть, как бы, бизнес-цель в том, чтобы больше продать, и интерфейс – это только один из элементов способностей, ну, элементов пути к повышению продаж, потому что это не единственная вещь, и, как бы, ранжирование важно, но насколько оно важно, мы на тот момент особо не знали, но предполагали. Вот, и, как бы, задача такая, связанная с чем-то с аналитикой данных, и каждый, любой путь аналитики данных обычно начинается с такого, с первого шага, вы открываете данные и начинаете в них тараситься, пока у вас не придет идея, что с этим делать. Вот, мы тоже начали тараситься в данные, вот, и посмотрели вообще, а как люди себя ведут в поиске, и что там происходит. И выяснилось, что, в общем-то, народ тыкает все время на первый товар. Ну, то есть, не только на первый, но тут просто как-то мелковато видно, но смысл в том, что вот там в хвост никто не ходит. Все тыкают на первый, второй, первые пять товаров. У нас вот по статистике, через, там, если проанализировать, там, несколько десятков миллионов этих поисковых историй, все, вот, 50% всех кликов идут на первые пять товаров. То есть, никто... Ну, вот вы, когда результаты в поиске показываете, вот, у вас там пять товаров, вот, и вот 50% кликов уходит туда. То есть, вот, в конец страницы вообще никто не скролит. Это такая мертвая зона, только совсем... Ну, да, если там все хорошее, то зачем на вторую страницу идти? Там вообще ничего нету, там... Вот. Вы можете предположить, что, может быть, когда человек что-то не нашел на первой странице поиска, он как-то там, может быть, поточнее запрос напишет или еще что-то. Ну, может быть, в случае с Гуглом это так и работает, но с маленькими и средними магазинами, с которыми мы в основном работаем, так не работает. То есть, если ты вот в первых пяти товарах ничего не нашел, то, скорее всего, ты все к чертовой матери закроешь и уйдешь в другой магазин или вообще будешь заниматься другими вещами. То есть, вот, второй поиск там, он что-то 10% пользователей делает. Второй поиск, это в смысле даже вот на фильтр кликнуть, он посчитается как второй. То есть, ну, вот один раз небысло, ну, и хватит. Вот, то есть, второго раза оно не будет. Вот, и вы можете предположить, что, наверное, может быть, человек второй раз придет, потом мы по нему как бы составили какой-то профиль, маним что-то, знаем, а он завтра придет, но в случае с средними, вот, в случае с Амазоном, да, может быть, придет, потому что Амазон один, куда ты нафиг пойдешь. А в случае с мелкими магазинами, скорее всего, он просто никогда и не придет. Поэтому типичная сессия пользователя в среднем и маленьком онлайн-магазине, она выглядит вот примерно так, то есть, он зашел на страницу товара с какого-то там маркетинговой компании, с поиска, что-то там тыкнул, что-то сделал, может быть, поискал, вот, и если вот здесь вот ничего не нашлось, а вот этот вот кусочек, он буквально несколько секунд занимает, то есть, вы потыкали, ой, что-то я не нашел, вы, в общем-то, уходите навсегда и больше туда не возвращаетесь. Ну, время сессии, это просто, на самом деле, цифра от балды, чтобы показать, что это все очень быстро происходит, но масштаб примерно такой, то есть, ты быстро потыкал, посмотрел, ой, что-то какая-то фигня и закрыл. Вот, может быть, с большими магазинами, ну, оно немножко по-другому работает. Вот, а если у тебя есть много альтернатив, у тебя какой-то магазин продажи одежды, ну, их сотни, ты можешь пойти на другой и там что-нибудь поискать. Вот, поэтому для конкретного магазина это очень важно, уметь что-нибудь здесь такое показать, чтобы тебя привлечь. Если даже мы знаем, что ты зашел на страницу товара, мы уже знаем, откуда ты зашел, с телефона ты зашел, с дисктопа ты зашел, на какую страницу зашел, откуда, как маркетинговая компания или поиск, и было бы классно здесь что-нибудь сделать, чтобы тебе как-то получше результаты показать, чтобы ты ушел навсегда, но с меньшей вероятностью. Поскольку Elasticsearch и типичный Elasticsearch как работает, ну, и вообще типичный любой движок полнотекстового поиска, вы вводите какой-то поисковый запрос, и все документы отранжированы в соответствии с, ну, в соответствии с вашего поискового запроса вот в виде текста и того, что вы там в этих документах описали, там, заголовков, описаний, каких-то там других полей. Но это же ведь не единственное, что вы знаете о поиске. То есть вы что-то знаете о человеке, который туда зашел, откуда он зашел, с какой страны, с какого города, он зашел в выходные или не в выходные. Вы можете что-то знать о конкретном запросе, может быть, он там написал портянку из 20 слов, и там как бы какой-то смысл в этом несет. Вы про товары знаете то, насколько они популярны. То есть некоторые товары, вот их прям много покупают, некоторые меньше. Может быть, это тоже как-то можно было бы учесть в ранжировании. Но если вы просто тупо делаете полнотекстовый поиск, как вот его делают просто так, то этого всего вы просто не используете. И было бы, конечно, интересно это как-то начать использовать. Но это был 2016 год, мы были глупые, поэтому мы узнали, что есть machine learning. Вот, и мы взяли популярность товара. Ну, то есть у нас как бы есть вот скор, который возвращает Elasticsearch, вот текстовая релевантность. Давайте туда добавим популярность товара. И популярность товара, но в рамках как бы контекста. То есть либо страницы, либо категории там, либо какого-то поискового запроса. Вот, вот эти параметры C1 и C2, как настоящие machine learning мы подберем на глаз, потому что, ну а что? И посмотрим, что из этого получится. Вообще это подозрительно напоминает вот линейную регрессию. Если вы учились в универе, вы знаете, что это осень похожа на эту штуку. Вот, и когда мы сделали эту линейную регрессию в две строчки, мы сразу добавили в описание нашего плагина на Shopify, вот, AI и machine learning, потому что, ну что, почему нет? По крайней мере, это, ну мы же не соврали, то есть там есть что-то, ну линейная регрессия, да. В плане результатов. То есть мы попробовали погонять A-B-тесты, и как бы A-B-тесты показали, что как бы, ну разница-то есть по 300 или по 500 магазинов, то есть вот по конверсии, по среднему размеру корзины разница есть. То есть это не напрямую наши деньги, это деньги клиентов, с которыми мы работаем, а они нам что-то там заносят по каждый месяц. Но в любом случае, как бы это хорошо, когда ты можешь не только сделать более красивый поиск, но и поиск, который более релевантный, который можно потом вот этой цифрой плюс 3% тыкать в морду при продаже. Смотрите, а у нас вот в среднем по больнице конверсия с нашим ранжированием на 3% больше. Линейная регрессия, это, конечно, классно, но это все-таки не настоящий machine learning. Вот. И эта область этого поискового ранжирования называется как бы learn to rank, и нет смысла изобретать велосипед, можно хотя бы посчитать какие-то книжки, посмотреть, что вообще люди придумали на эту тему. Потому что наверняка там есть дофигища разных там подходов. Например, вот я там несколько моделей перечислил, их на самом деле гораздо больше, но я сейчас в двух словах опишу, в чем между ними разница, и там вот совсем для людей, которые никогда не слышали про machine learning, но я постараюсь, чтобы вы это поняли. Вот. И прелесть этих моделей, что они, ну, на данный момент, в 2019 году есть какие-то реализации в open source разных там тулах. Вот. То есть, ну, я не уверен насчет вот этих вот первых трех, но лямбдамар точно вот тут вот в этих трех есть. Вот. Проблема в том, что когда мы только начинали, lightGBM и cutBoost еще даже в проекте не было, а XGBoost был, это какой-то плод сумеречного какого-то китайца где-то на GitHub. Вот. Это все было очень криво, поэтому... Но все равно мы решили попользовать XGBoost и посмотреть, что получится. Но сначала вообще, что такое LearnToRank и в чем это отличается от, не знаю, от обычной регрессии, которую мы туда вот тупо воткнули. Вот. То есть, что не так с регрессией? Во-первых, в регрессии, если вы ее обучаете, то вы пытаетесь минимизировать какую-то ошибку, то есть чтобы как-то что-то там предсказать или как-то что-то там классифицировать. Но в поиске ошибка, она очень специфичная, потому что если вы сделали ошибку между... Попутали местами 15-й и 20-й результат поиска, то всем по факту все равно, что вы там попутали, потому что туда никто не скроллит. Если вы попутали первый и пятый результат поиска, это на самом деле катастрофа, потому что половина людей до пятого результата даже не доскроллит, например, если они на мобиле, потому что это вообще с точки зрения ранжирования, это катастрофа. Поэтому было бы хорошо минимизировать не какую-нибудь среднеквадратичную ошибку или какую-нибудь другую ошибку, а какую-то такую, которая знает, что в ранжировании ошибка в первом результате важнее, чем ошибка в каком-то там в хвосте списка. Поэтому есть такая метрика, она называется NDCG, и, наверное, она самая популярная в области ранжирования. Там есть еще несколько других метрик. Но смысл ее в том, что она как бы расшифровывается вот таким страшным словом, но смысл здесь именно discounted. То есть она учитывает положение ошибки, положение места, где вы ошиблись, в вашем списке документов при ранжировании. И, соответственно, если вы ошиблись где-то в конце, то NDCG как бы не сильно будет плохой. Если вы ошиблись где-то в начале, то он будет плохой. Напрашивается вопрос. У нас есть линейная регрессия, в которой какие-то там параметры есть, и мы что-то как-то их пытаемся подобрать, чтобы она работала более или менее получше. Давайте будем туда NDCG засовывать вместо какой-то другой ошибки, которая там была. И поздравляю, вы изобрели рангбуст. Рангбуст — это, в общем-то, обычная регрессия, только она оптимизирует не обычную среднеквадратичную ошибку, разницу между клик-не клик, а вот эту страшную метрику NDCG. Поскольку аналитически мы пока не знаем, как ее оптимизировать, мы будем, в общем-то, отбалды эти параметры подбирать при помощи градиентного спуска. То есть взять один параметр, уменьшить его, посмотреть в среднем, улучшилась ошибка или не улучшилась. То есть если уменьшается, значит, мы его дальше уменьшаем. Улучшилась ошибка? Ага, улучшилась. Перестала улучшаться? Начинаем другой параметр дергать. И вот так вот туда-сюда гоняем, пока не подберем параметры, которые более или менее выглядят хорошо. Но вот это бесконечное дергание параметров, оно очень унылое, долгое и не всегда приводит к какому-то оптимальному результату, поэтому, может быть, есть какой-то... То есть обычная линейная регрессия, там есть четкое аналитическое решение, решение, прям вот формула. Туда вот что-то засунул, у тебя получились оптимальные результаты. Может быть, NDCG туда можно как-то засунуть? Ну, то есть сделать аналитическое решение? Ну да, аналитическое решение есть, вот. По факту все. То есть это аналитическое решение регрессии для вот NDCG. То есть вы не пытаетесь подобрать эти параметры, а вы сразу их посчитаете, какие там в целом будут хорошие для вашего датасета. Но это на самом деле не такое прекрасное решение, как может показаться, потому что регрессия по-прежнему линейная. Или может быть нелинейная. Но у вас взаимодействие между теми вещами, на которых вы основываетесь, оно может быть какое-то более сложное. То есть, например, оно может быть, не знаю, квадратичным или наоборот, обратно каким-нибудь логарифмическим. Вы понятия не имеете, что там есть. И было бы хорошо регрессию поменять на что-нибудь такое, которое умеет ловить вот эти взаимосвязи между данными, которые нелинейные. И давайте туда засунем нейронку. Засунули нейронку, получился лямбда-ранг. По факту там обычная нейросеть вместо регрессии, которая работает в среднем по больнице немножечко получше, чем обычная регрессия, но это сильно зависит от ваших данных. То есть, если вы используете два параметра, как мы, давным-давно, то в целом без разницы, регрессия у вас там или нейросеть. Если у вас 100 параметров, ну, тут уже могут быть вопросы. Может быть, нейросеть даст лучшие результаты. Но проблема нейросети, что учится долго. Сейчас, может быть, там есть какие-то решения, тот же XGBoost умеет учить на видеокартах, но там страшные вещи. Но проблема в том, что обычно нейросеть используют в случае, когда у вас очень много параметров. То есть, когда у вас там компьютерное зрение, у вас там матрица, там 300 на 300 пикселей, это сотни тысяч разных параметров, и вы пытаетесь как-то там их более-менее друг от друга абстрагировать и как-то уменьшить эту размерность. Но в поисковом ранжировании у вас редко бывает столько параметров. Но вот у нас сейчас порядка 200. Когда мы начинали, было порядка 30, и пихать туда нейросеть без нужды и ждать потом 3 дня, пока она научится. Ну, так вариант. Об этом подумали не только мы, но еще и какие-то дядечки из Майкрософта и засунули туда решающие деревья. Потому что, ну, почему нет, почему бы их не засунуть? Вот, и получился лямбда-март. Вот, по факту, если вы посмотрите все современные контесты по вот learn-to-rank, по вот этому поисковому ранжированию, на Kaggle или еще где-нибудь, вы увидите, что вот вариации лямбда-марта или какие-то там улучшения на основе него занимают, ну, то есть у Яндекса был какой-то контест на Kaggle несколько лет назад насчет learn-to-rank, вот, и из 5, 5, топ-5 победителей и из 3 был лямбда-март. Ну, то есть там вопрос был больше, в какие фичи ты туда засунешь и какой жирный у тебя кластер, чтобы это все выучить. И вот, то есть там есть какие-то новые исследования на эту тему, то есть там всякие дип-лернинги и прочее, но какого-то такого прорыва после лямбда-марта пока еще не было за последние несколько лет, по крайней мере, насколько я знаю. А, и еще такой вопрос, а что за решающие деревья такие? Там не одно дерево, там типа вот multiple additive regression trees, можно предположить, что оно не одно. И смысл решающих деревьев, он довольно простой. То есть по сравнению с нейросетями это вообще прям прорыв в простоте. То есть когда вы что-то ищете, наш вот алгоритм ранжирования или любой другой алгоритм ранжирования, выглядят ваши результаты, выглядят, видят эту задачу немножко вот таким вот образом. То есть у нас есть 5 товаров, то есть в момент ранжирования вот этой колонки мы не знаем. Это такой фидбэк потом, который мы в обучении используем. Мы знаем, что вот у нас тут есть какой-то скорот LSTX Search пришел, мы что-то знаем о запросе, о количестве слов, сколько фильтров, мы знаем цену товаров, количество просмотров и еще что-то там. И мы думаем, хорошо, если мы, допустим, возьмем вот эту вот релевантность и выберем на нем какую-нибудь серединку, например, полтора доллара. Вот. И поделим наш датасет пополам. Сможем ли мы вот этим вот разбиением как-то предсказать, что вот в левой части этого разбиения будет больше кликов, а в правой больше не кликов. То есть если мы полтора побьем, то да, тут будет два клика и один не клик, а тут справа будет два не клика. Вот. То есть, ну, неплохое разбиение в целом. Вот. Потом мы берем то, что слева и справа, и пытаемся на другом параметре какое-нибудь такое разбиение сделать, например, по цене. Вот. Удастся ли нам отделить клики, не клики, если мы этот параметр где-нибудь там вот разобьем пополам? У нас получается такое... Потихонечку мы строим дерево, которое примерно очень криво оценивает наши результаты поиска. Причем не одно дерево на один результат поиска, а просто одно дерево для всех возможных поисковых историй, которые у нас есть в датасете для обучения. То есть в целом мы, наверное, знаем, что чем больше скор, тем, наверное, больше будет кликов, потому что это текстовая релевантность. Вот. Но хорошо. Среди тех, у кого текстовая релевантность высока, может быть, есть еще какая-то зависимость, что типа товары с более низкой ценой, например, которые релевантны, на них тыкают больше. И вот так вот вы строите эти деревья, одно дерево, которое пытается объяснить всю вашу поисковую историю. Но это дерево, оно не бесконечное, оно довольно простое, и оно объясняет фигово. И вы можете потихонечку... А, то есть оно ошибается. И вы... Ну, то есть простой вариант будет построить, как предлагают ансамбль этих деревьев. Ну, просто научить 100 случайных деревьев, как тут предложили, заставить их голосовать. Вот. Это тоже работает. Но тут немножко другой подход. Вот. То есть мы вместо одинаковых деревьев мы следующее дерево строим, которое не пытается предсказать, клик или не клик, а оно пытается предсказать ошибку, которую сделало предыдущее дерево. То есть, окей, наше дерево, первое дерево ранжирует, то есть вот думает, что вот так. Мы вот это вот, то, что оно думает, вычитаем из вот этого клика-не клика и пытаемся предсказать ошибку того дерева. Опять же, строя новое дерево. Потом третье дерево, которое предсказывает ошибку второго, и вот так вот дру-ду-ду-ду-ду-ду-ду, цепочкой, в конце концов, у нас получается какое-никакое хорошее решение вот этих вот, леса, этих деревьев. То есть это, насколько я знаю, типа бустинга. Ну, не важно, что это такое. Вот, примерно так оно работает. Если бы мы это делали не в 2016 году, а в 2019, то сейчас есть вот Learn-to-Rank плагин для Elasticsearch, который, ну, просто ставишь на обертку над XGBoost, и все прекрасно работает. Ну, на самом деле, не все прекрасно работает в зависимости от многих параметров, потому что этот плагин требует, чтобы вы все данные, которые вы используете в ранжировании, вы запихали в Elasticsearch. То есть вы там, например, клиент что-нибудь кликнул, и вы должны этот ивент проиндексировать в Elasticsearch. А если у вас тысячи всяких разных ивентов прилетают, то пихать их в Elasticsearch – это, ну, такое дело. Вот, плюс еще тут возникает вопрос с Elasticsearch в плане времени реакции, потому что Elasticsearch их должен как-то проиндексировать, индексирует он батчами, и если у вас там, грубо говоря, вот это окно индексации 30 секунд, то как бы вы в течение этих 30 секунд не успеете ничего переранжировать, потому что вы еще не успели новые данные получить о человеке. Вот, поэтому, ну, решение такое, но в целом оно работает сейчас. Но в 2016 году его вообще не было, поэтому мы решили, ну, не извращаться, вот. Да и вообще Elasticsearch в 2016 году это было такое очень хрупкое дело, и пихать в него какие-то плагины, которые непонятно кем написаны, очень сомнительное удовольствие. Вот, поэтому мы решили сделать такое двухслойное ранжирование, то есть сначала мы все те, тот поисковый запрос мы посылаем в Elasticsearch безо всякой персонализации, просто получаем оттуда топ-1, топ-500 товаров и пихаем их в сервис, который их потом переранжирует. То есть, да, возможно, оно не сможет там поднять из глубин небытия какой-нибудь товар вверх, но в целом зато не нужно долбаться с Elasticsearch. Этот сервис тоже слушает все события, которые происходят у нас на всех онлайн-магазинах, и что-то там строит разные профили пользователей, и на основании этого как-то что-то там переранжирует. Вот, но вопрос, а чего оно там переранжирует? На основании чего? Как вообще это все балалайка учить, и какие данные использовать, и как? Вот, ну, во-первых, если у вас есть 100-500 разных онлайн-магазинов, то, полагаю, если вы пишете все данные о активности на вашем фронтенде, вы можете эти данные использовать и для обучения. То есть у вас есть история о том, что было показано, то, на что человек кликнул, то, что он заказал, потом в конце концов купил, поэтому вы потом все это можете как-то сегрегировать и использовать для обучения, потому что это у вас есть, это логично. Вот, поскольку магазинов много, а мы одни, мы подумали, что хорошо бы было учить отдельную модель для каждого магазина, потому что, ну, продукты разные, люди разные вещи ищут, они ведут себя по-другому, ну, собственно, почему бы и нет, и как бы, и что, и как это сделать-то одну? Вот, и цель как бы минимизации, минимизация вот этой вот NDCG, о которой я рассказывал, с целью, в надежде, что это как-то улучшит какие-то бизнес-метрики в конце. Угадайте, вот из этих трех пунктов, сколько раз мы себя ногу здесь прострелили с каждым из этих трех пунктов? То есть, ну, по факту, в офис со всеми. То есть, и вот это вот плохо, и вот это плохо, и вот это плохо. Но я сейчас примерно расскажу, собственно, почему и что произошло, и почему наша первая версия персонализации была, ну, так, ну, как бы клиентам мы говорим, что она работает отлично, и она на самом деле работает хорошо, но могла бы и лучше. Вот. Но прежде чем, то есть, мы когда берем наши исходные данные, то есть, история пользователя о том, что они искали, что они кликали, и что они, в конце концов, купили, то есть, вот я вам показывал вот эту вот табличку, вот, то есть, этих параметров, вот этих колоночек, на самом деле, гораздо больше. То есть, вот, ну, примерный список того, что есть, но у нас их на данный момент порядка 200. Вот. То есть, это то, что связано с поисковым запросом, например, количество слов, количество фильтров, начинается ли этот поисковый запрос с глагола или там еще какая-нибудь упоротая вещь на тему этого поискового запроса. Причем эти параметры, как бы, они разные для каждого запроса. Вот. То, что связано с товаром, там, его цена, количество просмотров или покупок, или добавлений в корзину для этого товара, плюс вот эти вот просмотры и покупки, они считаются не только за последний день, но и там разные временные интервалы. Там день, два, там, неделя, две недели и так далее. Вот. Там что-то есть связанное именно с вариантом товара, там, цвет, его размер, что-то связанное с текущей сессией пользователя. То есть, если он, например, тыкает только на дешевые товары, то это тоже какая-то фича, которую мы можем тоже использовать в ранжировании, что этот пользователь не пытается тыкать на что-то дорогое. Или наоборот пытается. И, может быть, это стоит как-нибудь использовать. Вот. Ну, то есть, для профиля, сколько раз он вообще приходил или еще что-нибудь. И мы еще можем, как бы, некоторые вещи, связанные с товаром или с вариантом, считать в каком-то конкретном контексте. То есть, если у вас есть категории товаров, ну, страница с категориями, то товары могут иметь разную популярность в разных категориях, если они лежат в разных категориях. Такое может быть. Вот. И это было тоже бы удобно считать в рамках вот запроса, ну, или в рамках контекста. Вот. И, опять же, на разных временных интервалах. То есть, это основные группы фич, которые мы используем. Ну, вот их там что-то порядка 200 на данный момент. Ну, как-то вот так оно выглядит. И тут мы подумали, что наконец-то мы что-то используем, не похожее на линейную регрессию. Вот. И мы все это потихонечку начали выкатывать в продакшн, тестировать на разных клиентах, запускали разные EB-тесты. И в результате у нас вот на всех бизнес-метриках получилась очень странная картина. То есть, как бы мы ее так открыто-то всем не говорили, но выглядела она примерно вот так. То есть, это может быть конверсия, average order value или какой-нибудь там CTR. Вот. То есть, тут вот мы нажали кнопку, типа погнали. Вот. Стало лучше. А потом потихонечку вот так вот деградировало. То есть, вот там вот тот хвост, он на самом деле не такой уж и плохой. Вот. То есть, стало лучше, чем было, но мы понимаем, что как бы могло-то быть и лучше. Что вот здесь произошло? Чего она хуже-то стала себя вести? И такое поведение мы наблюдали не на одном магазине, а как минимум на десятки, которые были в разных направлениях. Они продавали какие-то ниточки для бабушек, они продавали бейсболки для всяких фанатов и прочее. Все равно. Или бонги какие-нибудь для травы. И результат был примерно тот же самый. И мы, собственно, не могли понять, а что же, собственно, происходит. Вот. То есть, если в цифрах посмотреть, то вот, собственно, мы мерили конверсию. То есть, она вот сначала была 8,1, а потом вот плюс 6,1 к бейслайну. Это как-то очень странно. То есть, конечно, клиентам-то мы говорили, что, о, смотрите, стало лучше. А про себя думали, ну, блин, могло быть еще лучше. А что не так-то? Что мы поломали? И тут самая интересная вещь вот эта вот. Можно ли напрямую использовать данные о вот исторических сессиях пользователя? А. Вот. То есть, мы вот представляем нашу вот пользовательскую сессию. Вот вы пришли и написали носки в магазине. Вам показали товары А, Б, Ц, Д. Вы решили, что, хм, товар Б мне нравится. Вы на него кликнули. Вот. Потом модель все это переживала. Пришел другой клиент. Тоже написал носки. Мы подумали, хм, ну, вообще, вот для этого запроса вот такие клиенты часто любят вот товар Б. Давай вот товар Б вверх подвинем. Вот. Он тыкнул на С. Вот. Мы опять это все переживали. Двинули Б и Ц вверх. Вот. Но проблема в том, что для обучения мы используем данные, которые сами же произвели. То есть, вот это вот ранжирование, которое мы сделали, мы же использовали и для обучения. И то есть, с учетом того, что люди все время тыкают на первые товары, мы не можем понять, вот на товар Б тыкнули потому, что он релевантный или потому, что он был второй. Где вот эта связь? Или может быть потому, что мы его вверх двинули, а на него кто-то кликнул. То есть, вот этого разделения нет, и модель путается и не может понять, собственно, о чем. Вот я его двинул, а на него кликают. Это хорошо или плохо? То есть, он действительно полезный в этом запросе? Или просто, ну, так вышло, что людям он как-то вот они тыкают на него, потому что он первый? Вот. И со временем вот модель начинала запутываться в этих показаниях. То есть, если вы, то есть, в результате, то есть, вот тут вот, вот тут вот не было вот этого модула баяса, а вот дальше оно там было. И поэтому происходила эта деградация. Ну, на самом деле, она не только, ой, я не в ту сторону нажимаю, пардон. Вот эта вот штука, то есть, все кликают на первые результаты, вот всегда независимо от того, что там вы показываете. Мы подумали, ну, блин, странно, вообще про это в книгах пишут, но настолько ли это серьезно? Поэтому мы решили сделать A-B-тест. Давайте сделаем A-B-тест. Части трафика мы будем показывать трэш. То есть, первая страница поиска будет рандомная. Ну, она не совсем рандомная, просто мы перепутаем все товары, то есть. И посмотрим, будет ли в чем-нибудь разница. И, о боги, а все равно тыкают. То есть, вы показываете первый элемент полный трэш, может быть, он был раньше последний, а на него все тыкают. То есть, там на 1% всего лишь падение. Вот. Но фишка в том, что для модели, она же не знает, если не было клика, значит, не было сессии для модели вообще, она про нее не знает. Она не знает, что в целом их стало меньше. Она знает, что люди все равно тыкают на то же самое. Поэтому для нее ничего не поменялось. Да, результаты упали, безусловно. Но вот этот вот байас, вот эта предвзятость, если ее на русский перевести, она очень важна. И там есть, на самом деле, не только позиционная предвзятость. Там есть байас относительно презентации. То есть, если вы показываете товары в сетке 4 на 5, то пятый товар может получить больше кликов, чем четвертый, потому что он под первым. То есть, до правого как-то больше глазами смотреть, чем до четвертого, больше глазами смотреть, чем до пятого. Это тоже было бы хорошо как-то учитывать и как-то снимать эти данные, убирать этот байас. Но вопрос как? И на самом деле есть много довольно работ на эту тему. И нас надоумила вот эта вот статья, но не принципиальная идея в том, что давайте мы не будем пытаться учить наши данные на тех, которые мы сами же портим. Мы разделим наш трафик на два сегмента. Один мы будем немножечко специально портить, чтобы как-то этот байас убирать. А во втором, вот exploitation, мы будем, собственно, использовать те данные, те знания, которые мы извлекли из первого сегмента, для хорошего ранжирования. И это позволит нам убрать этот байас. Но что за такой exploration сегмент? Не знаю, зачем я сюда таблицу вставил. Можно. Там есть разные подходы к тому, как бороться с этим байасом. То есть есть вариант просто некоторые товары попарно в списке менять местами случайным образом. Но потом запоминать, какие товары ты поменял. И для обучения использовать только эти пары. То есть это менее инвазивный подход к изменению. Но поскольку у нас не все магазины платят нам деньги, то было бы интересно попробовать взять маленький процент трафика магазинов, которые бесплатные, и вообще его перемешивать. Но они же бесплатные. Раз они нам ничего не платят, то они платят нам своими данными. Почему бы нам не погонять эти модели на тему того, что произойдет. И эта часть трафика используется для обучения. А большая часть трафика, собственно, те знания, которые мы вынесли из этого сегмента, используются непосредственно на большой части трафика. И это не единственный способ, как с этим байесом бороться. Но по времени у меня слишком его мало, чтобы рассказывать о всех остальных. Но он на самом деле самый популярный, самый простой. То есть часть трафика рандомизируете, и эту часть трафика используете для обучения. Потому что для одного и того же поиска, и может быть даже для одного и того же клиента, ранжирование будет разным. И вы узнаете, а что будет, если пятый результат был первым в этом контексте. Потому что такая ситуация когда-нибудь случится. И вы все-таки это знание в конце концов для модели получите. Потому что по факту клики на последних результатах поиска, они практически не представлены в датасете для обучения. В основном все кликают вот тут вот вверху. А что там внизу, не знает никто. Ни люди, ни модель. И если вы это рандомизируете, вы начинаете обогащать модель знаниями на предмет того, что может случиться, если бы оно было отранжировано по-другому. Это не единственная проблема, которая нам позволила прострелить новую. То есть вот еще отдельная модель для каждого магазина. Потому что если бы все магазины были одинаково большие, жирные, с кучей трафика, было бы все классно. Но у нас есть магазины, которые... Вот у нас есть магазин, они продают элитные диваны. Каждый диван стоит 5 тысяч евро. Они делают несколько сотен продаж в месяц. Они делают до хрена денег. И они делают в своей маркетинговой компании, нацеленные не на нищебродов, поэтому у них бешеная конверсия на магазине. Но трафика, получается, нет вообще. То есть там пришло в день 100 человек, из них 10 купило диван. Ну и прекрасно для них. Но для нас это очень плохо, потому что если мы будем пытаться собрать данные по этому магазину для персонализации, нам нужно ждать как минимум несколько месяцев, чтобы что-то там накопить, потому что трафика нет. Хотя денег у них дофига, трафика нет. А если мы еще начнем делать вот эти страшные вещи с вот этой вот exploration, рандомизацией одного сегмента, то вот это все первоначальный сбор трафика для персонализации займет годы. И никто, естественно, не хочет этого ждать, поэтому было бы хорошо придумать что-то, чтобы можно было как-то не собирать этот трафик, или собирать его побыстрее, или что-то еще делать. Вот. И, собственно, небольшой cool story на предмет, который изначально вроде как не связан с этой проблемой, но сейчас я подведу, почему он связан. То есть однажды мы пытались поменять наши костыли, которые мы используем для ранжирования подсказок. Вот вы когда набираете там что-то там, но оно подсказывает вам носки или там нога. Вот. Эти подсказки, они тоже как-то ранжируются. До этого у нас была куча костылей. Вот. А мы подумали, почему бы их не поменять на какой-нибудь learn-to-rank. Вот. Задача сама по себе гораздо проще, потому что, ну, там сложнее налажать. Вот. И все фичи, которые вы там используете для ранжирования, то есть там нет ничего такого зависимого от товаров. Оно все в целом зависит от языка. Сколько букв, сколько слов, как часто тыкают на слово, на вот это конкретное слово и прочее. И мы взяли несколько магазинов, на которых мы это все попытались потестить. Там один маленький, средний и довольно большой. Вот. И все в целом получилось хорошо. То есть у нас есть здоровый магазин. Вот. Это, кстати, RadioShack. Возможно, вы про него даже слышали. То есть прям улучшилось, прям все зашибись. Но раз у нас модель не зависит сильно от магазина, а больше зависит от языка, и у этих магазинов как бы один и тот же язык, но у этого магазина в 10 раз меньше трафика, чем у RadioShack, а у этого в 100. А что будет, если мы модель от вот этого магазина натянем на модель от того магазина? Вот. Это вопрос. Я вообще ожидал, что в целом станет похуже. Но, что удивительно, стало даже лучше. То есть как бы для текущей задачи больше данных, но в целом гораздо лучше, чем меньше данных для конкретного магазина. Ну, для меня это было небольшим удивлением. Возможно, это работает не для всех магазинов, но в целом это как бы облегчает нам душу на предмет того, что нам не надо больше собирать данные для магазина. Мы можем взять что-нибудь другое. Или, сейчас я вот про это расскажу. То есть мы могли бы взять модель большого какого-нибудь и натянуть на остальных магазинов. Но раз у нас модель это в целом, данные это в целом похожи, почему бы нам все вот в один огромный чан не свалить со всех магазинов, ну, которых в рамках одного языка, обучить одну огромную модель и натянуть ее на всех. То есть в таком случае у нас гораздо больше данных, которые вы можете использовать. Причем оно больше покрывает всякие странные корнер-кейсы, когда кто-то пошел и заказал себе носки со смарт-холодильника Samsung. И не надо собирать данные для каждого магазина, потому что в целом вы можете использовать данные с другого магазина, потому что в целом люди на сайте магазинов ведут себя примерно одинаково. Относительно. А это зависит, что в контракте написано. Поэтому они могут расстраиваться, но в контракте написано, что расстраиваться нельзя. А они его подписали. Ну и плюс данные как бы анонимизированные, то есть это не IP-адреса, не что-то такое, это просто, что какой-то человек тыкнул на товар, который стоит 100 долларов. Что от этого, какой человек, какой магазин, ты этого даже не знаешь. Но проблема такого подхода, что если вы это делаете для подсказок, то там в целом все понятно. А если для товаров, то фичи нужно масштабировать. То есть цена товара 100. 100 чего? 100 рублей или 100 долларов? Это много или мало? 100 рублей не очень, 100 долларов много. Хорошо, цена товара 100 долларов. Это много или мало? Но если вы покупаете носки, наверное, много. Если вы покупаете диван, наверное, мало. То есть два товара с одинаковой цены, они несравнимы для модели. Поэтому их надо масштабировать и трансформировать это в что-то относительное. То есть ту же цену, типа вот этот товар, это топ-10 всех товаров магазина по цене. Чтобы вы могли просто сравнить два товара и понять, что да, этот товар самый дорогой в магазине, и этот самый дорогой. Ну или один из самых дорогих. И так со всеми фичами, в том числе с популярностью, с количеством кликов или количеством покупок, потому что объем трафика разный, но вам вы можете его как-то масштабировать относительно разного магазина. Вот. То есть обобщенная модель, понятно, работает хорошо, на удивление. Вот. И последняя штука вот с NDCG. Что будет, если мы будем оптимизировать вот эту вот метрику? Вот. И небольшая история о том, что такое NDCG. Вот. Я уже говорил примерно, что это, как оно расшифровывается, но я надеюсь, что вы про это уже забыли, как в страшном сне. Но это такая метрика, которая, если 1, то хорошо, если 0, то плохо. Вот. Если 1, это значит, что во всех ваших поисковых историях люди всегда тыкали на первый товар. У вас был идеальный поиск, и самый релевантный товар всегда был первый, а остальные нерелевантные. Ну, если 0, то, соответственно, самый релевантный товар был последний. Вот. И людям приходилось вот тыкать на самый последний. Ну, обычно где-то посередине. Если вы посмотрите на вот всякие там научные статьи на эту тему или еще на что-нибудь, то вот он где-то вот в этом диапазоне болтается. То есть 0,8 – это прям больше исключение, чем правило. Обычно где-то здесь. Вот. И NDCG работает следующим образом. То есть оно сравнивает как бы ваше реальное ранжирование. То есть вот вы отранжили товары там ABCD, вот, и получили клик на C. И идеальное ранжирование. Идеальное ранжирование – это то, как бы вы отранжировали эти товары, если бы у вас был какой-нибудь хрустальный шар с предсказаниями, который бы сказал, куда этот человек тыкнет. Ну, вот как это идеальное ранжирование выглядит? То есть вот у нас есть товары ABCD, вот, мы тыкнули на C, и, соответственно, можно предположить, что раз человек тыкнул на товар C, то, наверное, он самый релевантный для него. Поэтому в идеальном мире, если бы мы знали, что он тыкнет, C должен быть первым. А B – ну, после него, потому что он их просмотрел, но не тыкнул. Вот. А и тут еще одна cool story, потому что она связана с одним девайсом для травы, потому что у нас почему-то исторически сложилось очень много магазинов, которые торгуют всяким таким. Когда мы включили персонализацию для магазина, для магазина, который продает всякие аксессуары для курения, вот этот вот бонг по имени Стэнли, он почему-то плавно, в течение нескольких недель мигрировал с 20-го места поиска на первое. И вопрос, почему? Потому что, ну, мы и сами не знали его, потому что еще при этом ни разу никто не купил. А он плавно дрифтовал вверх, пока не стал первым. И как бы он занимал это первое место поиска, и что магазин резонно спросил, это наша самая популярная категория, а он там занимает самое первое место, что он там делает? Его ни разу никто не купил. На самом деле ни разу его никто не купил, потому что он стоит, как, блин, маленький автомобиль. Вот, и выглядит примерно вот так. Вот, и, соответственно, что происходило? Мы начали смотреть пользовательские истории и пытались понять, что там происходит. И когда люди скроллят результаты поиска и видят вот эту вот балалайку размером с меня, которая стоит 3,5 тысячи долларов, они обязательно на нее тыкают. Типа, что это такое же, я просто интересно посмотреть. Она мне нафиг не нужна, но просто, блин, интересно. Вот, конечно, в конце они покупают что-нибудь другое, но на это тыкают. Вот, модель заметила, что, ух ты, они скроллят аж до самого конца. Где-то там находят какой-то странный товар и тыкают на него. Наверное, он очень интересный. Давайте его потихонечку двинем вверх. Еще вверх, еще вверх, еще вверх, пока он не приехал в самый верх. Вот. И, как бы, не все идеальное ранжирование, оно идеальное. То есть, если ты оптимизируешься именно для кликов, то могут получиться вот такие странные вещи, которые, когда ты продвигаешь вверх товары, которые там быть не должны, потому что это не Google. Мы же, вы же все-таки что-то пытаетесь продать. Важны продажи. Но клики тоже важны, потому что продаж гораздо больше, чем кликов. И, соответственно, если у вас есть ранжирование. А, Б, С и Д. Вот кто-то кликнул на этот страшный бонг, но купил что-то другое, то идеальное ранжирование должно быть вот таким вот, а не каким-то там непонятным, которое было неопределенным в случае с чисто кликами. И после этого этот Стэнли Бонг потихонечку ушел куда-то вниз, куда ему собственные места. Вот немножечко о результатах. То есть мы постоянно гоняем разные оффлайн-тесты на тему исторических данных, исторических логоритмов, исторических всяких алгоритмов, которые мы пытаемся использовать для ранжирования. И если смотреть в оффлайне, что получилось, то есть если вы будете сортировать данные просто от балды, то у вас NDCG будет где-то в таком масштабе. Если тупо по популярности, то чуть-чуть лучше. Если просто по релевантности, то тоже лучше. Если вы прям machine learning и смешаете популярность с релевантностью, то станет еще лучше. Это прям вообще круто. Наша первая вариация со всяким байасом и прочими костылями тоже улучшила этот NDCG, но не так хорошо, как вариация, когда без байаса и единая глобальная модель для всех магазинов. Но опять же, если вы пытаетесь продать NDCG или пишете научную статью, на этом можно закончить. Но если вы понимаете, откуда приходят деньги для того, чтобы вам зарплату заплатить, то этот NDCG – это не единственная вещь, на которую стоит ориентироваться. Есть некоторые бизнес-метрики, которые гораздо будут более интересны магазинам, чем какой-то там NDCG, который вы даже объяснить не сможете, что это. То есть мы взяли Elasticsearch как бейзлайн, потому что он по факту есть везде, и можно его поставить без особых сложностей. И если от балды отранжировать, то, понятное дело, вы упадете сильно далеко. А наш изначальный вариант с регрессией, когда мы популярность с релевантностью смешивали, он там некоторые бизнес-метрики поднял, некоторые опустил. Я не знаю, почему он этого опустил, но какая-то там магия случилась. Что? CTR – click-through rate, количество кликов. Конверсия – это конверсия, average order value – средний размер корзины. Ну, как бы самые такие важные метрики, на которые все обычно магазины смотрят. Вот. И следующий вариант, он вот прям догнал нас до того топового значения, которое было изначально. Вот. Поэтому мы надеемся, что, конечно, связь между вот NDCG и вот этими бизнес-метриками, она есть, как бы, но корреляция – это не связь, не всегда связь, но, по крайней мере, мы в это верим, что она есть. Вот. И если вы вдруг, не дай бог, решите заниматься вот, ну, всяким learn-to-rankом для своих задач, вот, то обычно выливается, что лучший поиск – больше денег. Если вы что-то пытаетесь этим поиском продать. Ну, или просто лучший поиск и счастливее люди. Вот. Куча, очень много таких подводных камней, потому что, если вы учили свою модель и случайно как-то неявно подсказали ей, что, что будет в будущем, она эту зависимость обязательно найдет, и она будет себя прекрасно вести у вас на тесте и отвратительно в продакшене. Вот. Потому что у нас такое случалось, ну, я прям боюсь предположить сколько раз, очень много раз. Возможно, прям сейчас случается. Вот. И куча разных подводных камней, как бы, умножайте на случайное число, больше, больше трех, если вы решите это реализовывать. Вот. На этом все. Вот. Если есть какие-то вопросы, можете задавать. Роман, а скажи, а как устроена техническая интеграция магазина с вашим сервисом? То есть они вам выгружают все товары, да? И как-то в реалтайме потом сообщают о кликах, о покупках. Ну, мы редко интегрируемся с какими-то кастомными платформами. В основном это какие-то большие, типа Shopify. То есть у нас 60% магазина это Shopify, у нас есть аддон для Shopify, который из Shopify выгружает все, что нам нужно. Раз в сколько-то там. И вебхук, который мы принимаем на каждое обновление товара. Ага. И как вот там работает с характеристиками? То есть, например, там спиннер может быть красный, черный, желтый. И вот учитывается, что вот именно человек выбрал желтый спиннер, например. То есть это один и тот же товар, а характеристика его как-то влияет? Да. Ну, учитывается. Но просто у каждого товара может быть много разных вариаций. У носков могут быть размеры, цвета разные, или там какая-нибудь фактура разная. Вот. Это все может быть один и тот же тип товара, просто он чуть-чуть разный. И это тоже все... Ну, наша изначальная модель это не учитывала. То есть она была просто на уровне товаров. Вот текущая, она учитывает вот варианты. То есть когда ты ищешь что-то, нет смысла тебе показывать 10 почти одинаковых носков разных размеров. Они как бы схлопываются в один, и там типа сколько разных размеров есть, или ты когда на товар заходишь. Но опять же, если мы знаем, что ты когда-то выбирал себе носки размера L, то, наверное, ты предпочтешь носки, у которых есть размер L в наличии. И это опять же может учитываться в ранжировании. Но у нас нету каких-то хардкожанных алгоритмов, что если ты заказал размер L, и тут он есть, то есть мы просто модели даем все данные, чтобы она сама сделала этот вывод. Потому что зависимость может быть очень сложная. А вообще, с точки зрения системы, это один товар, носки, или это вот там куча носков, там желтый, красный, синий, и они как-то вот потом машина сходка. Что-то среднее. То есть там есть какие-то общие поля, есть какие-то специфичные для вариантов. Да. Вопрос мой в следующем. Я правильно, ну, первая часть вопроса, я правильно понимаю, что вы заранее просчитываете всю эту релевантность, и когда человек делает запрос, на лету ничего не делаете, а уже готовы как бы алгоритмы ранжирования подставлять туда просто данные? Нет, мы предпросчитываем модель. Предпросчитываете. То есть модель, она не меняется очень часто. Сейчас я попробую слайд найти. Но я имею в виду коэффициенты, которые ваша модель рассчитывает, они заранее как бы где-то хранятся, или это прям все-все на лету происходит? Часть хранится, часть на лету. То есть, например, когда вам прилетел поисковый запрос, вы не можете предрассчитать количество слов. Ну, черт его знает, это в момент запроса случилось. Это информация на лету. Товар там, например, количество его просмотров, ну, каждый раз заново считать количество просмотров, смысла нет. Мы это предагрегируем в реал-тайме и куда-то там складываем. То есть, это вот количество просмотров, оно обновляется каждые пять минут, допустим. Потому что, ну, в целом, это не настолько важно обновлять в реал-тайме. Что-то вообще фиксированное. Не знаю, там, например, вот профиль пользователя, количество сессий. То есть, ну, ты пришел на сайт, у тебя счетчик один раз увеличился, и вот он в базе там и лежит, пока ты в следующий раз не придешь. Но, опять же, модель едина и обучается раз в месяц, а вот эти вот параметры в нее подтыкаются каждый раз новые. Вы что-то кэшируете, какие-то данные, расчетные данные, какие-то просто данные? Если да, то как это реализовано? И как это обновляется? Ну, у нас есть флинг, который слушает все события, которые летят из нашего фронтенда. Он их там причесывает, и часть данных он вот предагрегирует, например, вот это количество просмотров по товару или количество покупок в рамках контекста какой-то страницы, и это все пишет в Кассандру. И когда мы решаем что-то там, то есть нам прилетает поисковый запрос, мы идем в Кассандру, выгребаем из нее вот по конкретному товару, сколько мы там просмотров по нему понасчитали, и по профилю пользователя, что он там раньше ходил, по варианту, какие-то там параметры, и вот это вот все, пересчитываем вот эти вот все фичи на основании этих агрегаций и пихаем их в модель. Ну, то есть мы пытаемся как бы начинать считать все твои фичи, которые там мы можем посчитать еще до того, как ты поиск сделал. Да, это понятно. В Кассандре данные обновляются как-то эпизодически, или они какой-то постоянный процесс обновления происходит? Ну, там в зависимости от фичи, но в целом постоянная. То есть это стриминг-задача, которая раз в несколько минут или секунд сбрасывает свой стейт в Кассандру. То есть на тему, например, количества просмотров товара, ну, нет смысла каждую секунду сбрасывать. Можно каждые 10 минут или каждый час, разницы никакой. Для, например, количества, чувствительность к цене это кэшировать вообще нельзя, потому что, ну, кликнул, кликнул, следующий клик может быть через 10 секунд и должен это сразу сбрасывать. То есть какие-то кэшируются надолго, кэши, какие-то не кэшируются, какие-то считаются на лицо. В Кассандре все кэши, да? Все кэши в Кассандре? Ну, в целом, да. Я не очень знаю, какое у вас количество трафика общее, но не возникает ли проблем именно в момент обновления данных в Кассандре с тем, что какие-то отказы в доступе к кэшу? Да нет, но у нас как бы спайки редко бывают такие сильные. И этот вопрос к тому, как Кассандра настроена и какая она здоровая. То есть нет проблем с отказом в доступе? Нет, у нас тут даже eventual consistency нету, ну, то есть что-то слагало, ну, как бы и что? То есть мы узнали, что по этому товару было не 10 750 просмотров, а оказалось, что 10 752. Ну, прекрасно, но нам это не важно для модели, потому что на том масштабе это на уровне ошибки. Роман, а подскажи, пожалуйста, вот какими ресурсами можно пользоваться, чтобы вот в этой теме прокачаться? Может, какую-то книгу ты порекомендуешь? Ну, вообще эта область называется Information Retrieval и как бы на Амазоне можно поискать книжки. Я, честно, сейчас автора из головы не скажу, но пара хороших книг, которые я же сам читал, могу скинуть. Но по факту область называется Information Retrieval и там довольно много разной информации об этом. То есть там и про рекомендации, и про то, как работает поиск, и вот это всякие BM25 там всякие. У тебя было на слайде TF-IDF метрика, мы не пытались ее менять на что-то более языкоспецифичное. когда там со свинки пепла была картина. Сейчас всякие Embedding, там Word2Vec, BERT и прочие. Если честно, нет. Ну, в смысле, сейчас вот там BM25, но по факту разница невелика. А, нет, не в ту сторону мотал. Ну, неважно. У нас сейчас BM25... Почему не влияет на результаты? Мы не пробовали. Но у меня в бэклоге задача есть. Она лежит там уже год, и когда-нибудь я до нее дойду. Если бы ты, когда мы тебя пытались схайрить, но ты туда не пришел, то ты бы пришел, то, возможно, бы ты этим занялся. Все. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ